Мы все, родившись, солнце видим. Мы все, родившись, встретим смерть. И я умру. Мой прах исчезнет. Травой мой полник прорастет. Но мной оставленные песни в столетиях сохранит народ. У каждого народа, велик он или мал, есть свои выдающиеся личности, которыми гордится вся нация, вся республика. Одним из таких выдающихся сынов якутского народа является Платон Алексеевич Аюнский. Большой художник, ученый, общественный деятель. Он всегда живет в памяти своего народа. Это был человек мира. Героический, скромный и прекрасный. Родился Платон Алексеевич в 1893 году, 10 ноября, в 3-м Жахсагонском наслеге Батурусского района Якутской области. Настоящая фамилия? Слепцов. Аюнский, его писательский псевдоним. Его жизнь была трагически прервана сталинской машиной репрессий. В конце 1938 года Платон Аюнский был необоснованно арестован и брошен в тюрьму по ложному обвинению. Его слабое здоровье не выдержало мутительных допросов и средневековых пыток. 31 октября 1939 года он умер в застенках Якутского НКВД. Но все это будет позже. А пока, зимними морозными месяцами, маленький якутский мальчик Платон Слепцов из многодетной бедняцкой семьи рассказывал народные сказки, предания с любовью исполнял он и олан-хо для тайонов, которые наслаждались его рассказами. Но красочно рассказывая, он мечтал о другой жизни, более счастливой. Может, именно такую школу, которую мы увидели, посетив село Черкёх, Татинского улуса, рисовал в своем воображении? Маленький Платон, будущий организатор советской власти в Якутске. Глашатый строительство новой жизни одним из основоположников якутской литературы. Наша школа вносит в 1966 году имя Платона Алексеевича Слепцова-Аюнского, видного общественного деятеля, основателя якутско-советской литературы, видного ученого, крупного общественного, государственного и политического деятеля. Мы гордимся, что наша школа, и именно наша школа из Татинского улуса, является колыбелью великих сунов якутского народа. Земляки Аюнского встретили нас очень радушно. Все ребята были одеты в красивые национальные костюмы с яркими орнаментами. АПЛОДИСМЕНТЫ Люна была проведена экскурсия по школьному музею, хранящему память об известном якутском художнике Иване Васильевиче Пополь. В первом враче из Якутии Прокопии Нестеровиче Сокольникове, в народном писателе Николае Егоровиче Мординове, в первом капитане Якутии Богатыреве Афанасии Даниловиче. Все они в разное время учились в Черепцовской школе. Одним из ее выпускников был Платон Алексеевич Аюнский, который из-за крайней бедности родителей учиться начал только в 14 лет. Можно ли понять? Трудно понять. Как это в юртах убогих? Жили вы в вечных тревогах. Мучил ночами вас холод и изнуряющий их голод. Жила семья очень бедная, часто оставаясь без куска хлеба, питаясь одной рыбой. Но дедушка Иван Унара, любивший смышленного любознательного Платона, и мать Евдокия Иванова, настояли на своем. Их внук и сын должен учиться. Хотя редкие счастливцы попадали в школу. По одному мальчику из каждого наслега. Черкехская двуклассная школа, учительское семинарие в городе Якутске. Эти учебные заведения были блестяще окончены. Но наступает 1917 год. В тревожные бурные дни мы смело идем в наступление. С пути богатеев сметем и сбросим ермо угнетения. С этого времени Платон Аюнский становится убежденным революционером, борцом за права простого народа. Аюнский всей силой своего поэтического таланта воспевал новую жизнь. Его стихотворение «Песня рабочих» дает начало якутской литературе. Моих заветных песен слова За лучшими мечтами вслед В краю лесов, в краю сурова Несло друзьям желанный след. В это время Платон Аюнский активно участвует в жизни страны. Много ездит по республике, выступает перед ее жителями, разнесняет значение новой власти, смысл происходящих событий. Занимаясь общественной деятельностью, он не забывал о литературном творчестве. Неслучайно его называют преемником и продолжателем Горького и Маяковского в якутской литературе. И именно в этот период выходит его лучшее произведение – поэма «Красный шаман», основная идея которой – вера в грядущую победу угнетенных масс, борющихся за обновление всего мира. В литературном наследии Аюнского огромное место занимает героический эпос Аланхо. Так Нюргун Ботур стремительный в якутском эпосе занимает примерно такое же место, какое занимает Илья Муромец в русских былинах. Сам Аюнский называет его ценнейшим национальным достоянием якутского народа. Аюнский известен и тем, что он одним из первых начал переводить произведения русских классиков на якутский язык. Он был одним из первых якутских лингвистов. Заглавные буквы, знаки препинания, замен над буквенных знаков долготы гласных и удвоенных согласных. Эти изменения произошли в якутском алфавите благодаря Аюнскому. Возможно, еще много бы сделал Аюнский, если бы его жизнь не была трагически оборвана в годы репрессий. Но постановлением прокуратуры и СССР от 15 декабря 1955 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления. И Платон Алексеевич Аюнский был реабилитирован посмертно. Разносторонний, самобытный талант, глубокое знание жизни народа позволили Аюнскому в свое время верно подметить наиболее значимые проблемы исторических судеб родного народа. Сегодня имя Платона Аюнского, вышедшего из самых низов народа и всегда тесно связанного с ним поистине обрело бессмертие. Сегодня нет среди нас самого поэта, но всегда с нами его светлый образ, его бессмертные песни и стихи, хранимые в душе и в сердце народа. Если трудиться упорно, солнце вам будет покорно, реки вам будут подвластны, Родина станет прекрасней. Редактор субтитров А.Семкин